Что такое функциональное и нефункциональное тестирование? Какие подвиды функционального тестирования бывают? Скорее всего вы слышали очень много на эту тему, но сегодня давайте детально с этим разберемся. Меня зовут Игорь и вы снова на канале QA Labs. Поехали! Итак, сегодняшняя тема у нас будет функциональное тестирование. Это будет серия уроков по функциональным и нефункциональным видам тестирования. Поговорим про основные подвиды функционального тестирования, такие как тестирование пригодности, точности, взаимодействия и безопасности. Итак, что же такое функциональное тестирование? Оно отвечает за проверку того, что должно уметь делать программное обеспечение, то есть то, для чего оно было разработано. К примеру, это авторизация в системе с помощью логина и пароля. Это поиск товара по заданным параметрам или добавление товара в корзину и последующая его оплата. То есть это те функциональности или те потенциальные целевые действия, которые пользователь может выполнить в системе, либо же взаимодействия с их системой. Итак, давайте перейдем к видам функционального тестирования, а именно пригодности, точности, взаимодействия и безопасность. Начнем мы с первого. Тестирование пригодности. Оно отвечает за проверку того, что все элементы юзер-интерфейса соответствуют первичным требованиям или дизайну и соответствуют потребностям пользователя, а также функционально работоспособны. Давайте разберем это на примере. Представим, у нас есть требования к разработке. Некая форма авторизации должна состоять из полей логин и пароль, а также кнопки войти. Соответственно, если требования будут реализованы корректно, да, и будут реализованы все элементы юзер-интерфейса, логин, пароль, это будет кнопки закрыт, название этой странички, тогда программное обеспечение будет пригодно для выполнения авторизации пользователя. Или другой пример. Представим, что при разработке забыли реализовать поле пароль. Соответственно, программное обеспечение будет непригодно для выполнения такой авторизации. Следующее, тестирование точности. Я бы сказал, оно дополняет тестирование пригодности и, соответственно, отвечает за проверку того, что программное обеспечение точно выполняет поставленные задачи и и полученные результаты, некие выходные данные, являются правильными, а также соответствуют ожидаемым в соответствии с требованиями. Итак, привести пример можно следующий. Допустим, теперь у нас требование к разработке – это сделать страницу форм авторизации, которая должна давать возможность пользователю попасть в личный кабинет после успешной авторизации, используя логин и пароль. Соответственно, когда мы введем корректный логин, корректный пароль, нажмем на кнопку «Войти» и мы авторизуемся в системе и попадем в личный кабинет, тогда требование будет реализовано корректно. Почему? Потому что система точно выполнила поставленную задачу и пришла к ожидаемому результату. В случае, если мы, допустим, введем логин, пароль, нажмем на кнопку «Войти», либо мы не попадем на нужную страницу, либо в целом не сможем далее продвинуться со страницы авторизацией, тогда требование будет реализовано некорректно. Следующее – это тестирование безопасности. Оно отвечает за проверку безопасности программного обеспечения, целостности важных и конфиденциальных данных. Такие проверки можно разделить всего на два основных типа. Это функциональный – проверяет, что функциональность и данные доступны тем, кто имеет необходимые права доступа в соответствии с требованиями. То есть это по факту проверка неких прав доступа в системе разными ролями пользователя. И второй – это технический – проверка программного обеспечения на уязвимости, с помощью которых можно получить дистанционированный доступ к важным данным или функциональности. Допустим, система по требованиям должна распознавать две роли. Это администратор с полными правами доступа к удалению информации, созданию информации, изменению, просмотру. И обычный пользователь, который должен иметь возможность только просматривать данные. Итак, первый вариант. Если администратор войдет в систему, используя свой логин и пароль и получит доступ к созданию, просмотру, обновлению и удалению данных, то требование будет реализовано правильно, и будет соблюдена безопасность данных и действий. Но если обычный пользователь использует свой логин и пароль и, войдя в систему, получит доступ к этим же функциям, то тогда требование будет реализовано небезопасно. Следующее. Это тестирование взаимодействия. Оно отвечает за проверку программного обеспечения и его корректную работу внутри целевой среды, так называемого environment. К среде можно отнести следующее. Это может быть оборудование, на котором будет работать программное обеспечение, дополнительное программное обеспечение, которое позволяет работать нашему исходному коду на сервере. Это операционная система, которая установлена на сервере. Это настройки системы и другое. Итак, можно привести следующий пример. Представим, что у нас будет следующее требование к разработке программного обеспечения. Наша система должна будет корректно работать в разных операционных системах и браузерах. Соответственно, из этого мы получаем два таких названия. Если у нас десктопное приложение, то есть приложение, которое устанавливается и работает внутри операционной системы, то мы будем применять так называемое кроссплатформенное тестирование, то есть установка и проверка нашего программного продукта в разных операционных системах. Представим, это может быть Windows, если так заявлено по требованию Linux, macOS, Ubuntu и прочее. И второй вид предназначен для веб-приложений и называется это кроссбраузерное тестирование, то есть проверка программного продукта на разных типах и версиях браузеров. Ну, к примеру, это проверка программного продукта, как он работает и как он отображается, допустим, в Chrome, Firefox, Internet Explorer или Safari, или в любом другом браузере. Соответственно, если у нас все корректно отображается, и программное обеспечение работает корректно на разных платформах или на разных браузерах, тогда требование реализовано правильно, и пользователь может взаимодействовать в привычной для программного обеспечения среде. Как всегда, очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных видео. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok